Пульс Радио Елочные базары заработали в столице Мариел в минувшую субботу. Меж тем, в Минсельхозе Республики подчеркивают, что продажа елок не несет ущерба лесным насаждениям. Реализацией живых новогодних деревьев занимаются предприниматели, выращивающие их на специальных плантациях. В то же время в эти дни усиливается контроль за всеми торговыми площадками по продаже елей. Представители Министерства совместно с правоохранительными органами обещают не допустить продажи нелегально срубленных елей. Всех пойманных будут ждать штрафы. Предварительные данные, взятые за основу при заключении договоров на продажу настоящих елок, свидетельствуют прежде всего о том, что предпочтения жителей Мариел не меняются. Желающих приобрести живые, пусть даже и достаточно хлипкие деревца, меньше не становится. Министерство лесного хозяйства определило перечень арендаторов, которые предоставляют новогодние ели для реализации на елочных базарах. Это 8 арендаторов. Общее количество елей, которое задекларировано и будет представлено в торговую сеть, более 5000 штук. Это в среднем сопоставимо с объемами поставки ели в позапрошлом году и в прошлом году. Так что пока переход на искусственную главную ели, разнообразие искусственных елок многоразового использования в магазинах и пропаганда елочек в горшочках, а также другие всевозможные нововведения такого рода, не привели к уменьшению доли легальных покупателей. Предприниматели ведь стараются точно рассчитать свою будущую выгоду и хотели бы наверняка заработать свои миллион-полтора. Примерно таков ожидаемый общий объем выручки за живые елки. Потенциальных конкурентов восьмерых официально уполномоченных предпринимателей планируется преследовать по всей строгости закона. Начиная с понедельника и до самого последнего дня в 2013 году в лесах республики будут проходить патрулирования, а на елочных базарах предпраздничные рейды. Незаконно срубленные деревья легко отличат от срубленных на законных основаниях. Нарушителей строго накажут. К сожалению, присутствует такое негативное явление, как самовольная рубка еловых насаждений. Должен сказать, что это грубое нарушение лесного законодательства. И за самовольную рубку еловых насаждений у нас наступает как административная, так и уголовная ответственность. Так, штраф физическому лицу, который допускает самовольную рубку елей, за одну елочку может составлять до 4000 рублей. А в случае, если причиненные ущербы превышают 5000 рублей, то может наступить и уголовная ответственность. Нынешняя предпраздничная елочная суета, как и год назад, происходит на фоне продолжающегося усыхания ельников. Закономерен вопрос, а не усугубляется ли и без того неутешительная для елей ситуация. К огромному сожалению, Министерство лесного хозяйства констатирует, что процесс усыхания еловых насаждений, а это в основном приспевающие и спелые еловые насаждения, продолжается. За 2011-2012 год Министерством лесного хозяйства и арендаторами уже в качестве санитарно-оздоровительных мероприятий вырублены еловые насаждения, погибшие от усыхания, на площади более 30 тысяч гектар. Этот процесс, к сожалению, продолжается. Санитарно-оздоровительные мероприятия будут продолжены и в 2014 году. То есть, во-первых, усыхание – это процесс, характерный для достаточно крупных деревьев. К тому же, елки для праздника произрастают в специально организованных местах. Заготовка новогодних елей осуществляется арендаторами из специальных питомников, где они специально выращиваются для реализации в новогодний период. Ну и дополнительно вырубаются так называемые подпологовые ели в тех местах, где их изъятие не представляет угрозы для насаждения в целом. То есть, процесс заготовки новогодних елей в целом на лесное хозяйство, на состояние лесных насаждений влияние не оказывает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Информационная служба ТВ и Радио на Патриаршей. Блиц-ФМ 105,5 Оранжевая зима В эфире Блиц-ФМ с 16 декабря Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова